а стой фон одет нормально на телике нахуй этот фон он тяжелый понасобирал себе тазиков а теперь чем тебе этот фон ненормальный здарова дамы и господа sony здесь сорян за эхо потому что мы находимся в новой части нашей студии здесь пока что не готова акустика но не суть сегодня у нас будет мега сборка я бы сказал даже это мега сборище потому что вы уже можете видеть здесь нормальные такие ништяки последний intel core i9 12 поколения материнская плата максимус hero от asus водяночка rockstrix топовая и это еще не все потому что если заглянуть вот где-то вот куда-то сюда то здесь вы можете видеть еще парочку тазиков а девятый десятый артикс 3090 здесь бомжатский 1080 я и там ай седьмой какой-то старый и шо я себе думаю в общем то здесь собрались наверное все мощности моих двух уже двух студий и мы будем их апдейтить то есть я буду строить сегодня новый пк потому что в домашней студии мне не хватает второго компа и полагают стримы вот это вот все у нормальных пацанов есть пк для стримов и для за записи всяких там видео и так далее и рабочих задач и есть пк для поиграть поэтому будем расширяться так сказать и строить кое-что новое тем более что йокарный бабай вот это конечно очень классная штука 12 поколение intel ладно давайте сперва шо почем у нас получается и что вообще будут за детали здесь ну технических характеристиках и как обычно погнали но если вы хотите собрать пк своей мечты то самый правильный способ сделать это на е-каталоге ведь здесь вы сэкономите время и деньги во первых здесь есть раздел с компьютерами в нем комплектующие попадая в который открывается самый настоящий рай для айтишника энтузиаста по пк целая куча интересных и полезных статей обзоров ну например мощный игровой пк для battle field пожалуйста открываешь и здесь будет рекомендация от е-каталога по сборочке классного компьютера за приемлемые деньги я же искал что-то конкретно то есть я сразу знал что я хочу ну допустим нужна материнская плата я сразу понимал что это будет asus на сокете 17 2.0 с чипсетом z690 23 модели в линейке материнских плат от asus есть даже такое безумие за от 35 тысяч гривен за материнскую плату ребят вы себе представляете там максимус экстрим за 690 просто сумасшествие но у нас немножко сегодня попроще будет так совсем чуть-чуть вот она у меня в избранном стоит это максимус за 690 hero вот такая красавица выглядит просто потрясно потом я вам покажу как эта сборка уже будет выглядеть это просто крыша с носа на самом деле красивый получился а комп цена вопроса да немножко кусается есть такое но опять же зачем платить больше когда можно приобрести по самой низкой цене мне же повезло у меня друзья из asus просто прислали мне эту материнскую плату за что им огромное спасибо но кое-что я все-таки докупил для пк чтобы было все по фэншуи здесь перед вами я каталог сразу открывать все технические характеристики быстрое описание схема питания процессора выполнена по схеме 18 плюс 2 плюс 1 21 фаза питания для нового и очень жрущего последнего интела думаю это будет в самый раз как говорится чтоб работало все стабильно и ну и плюс все технические характеристики как бы перед вами пожалуйста здесь все очень удобно наглядно и есть даже обзоры все это собрано в одном месте очень круто понравился девайс добавляешь списки желания кстати я вам покажу наверно сразу список желания то что я собирал вот мой пк по меньшим подсчетам здесь у нас чего 5 товаров на сумму от 177 тысяч гривен просто сумасы и в общем то здесь по минималочке здесь у нас всего лишь на все процессор оперативочка корпус материнка а также видеокарта нет блока питания нет корпуса нет ssd накопителей нет там вентиляторов и куча всякой хрени в том числе и своего кстати в общем получилось как-то так еще раз хочешь сэкономить свое время а главное деньги ссылку на и каталог с разделом на пк комплектующий ты найдешь в описании моя рекомендация но мы погнали собирать новенький топовый ультра жирный комп и так мы сейчас наверно этот комп отложим в сторону а вообще на самом деле здесь у меня страшная задача дело в том что у меня получается два стримерских и два игровых пк естественно два по баще и два попроще я еще не могу до конца определиться куда какой вести вроде бы и здесь 4к монитор ни хера себе с другой стороны там дома я в айрейсинг катаю а там вяры и сами знаете какие требования нужны и короче дилемма ладно это мы по ходу дела решим но по факту вообще думаю обслужить свои старые компы и придется их пересобрать и цемеджик причем здесь как вы можете видеть не хватает немножко видеокарты все дело в том что как бы видеокарта находится у нас где-то здесь нет верточки здесь в общем-то пыльная моя старенькая моя самая первая на заре еще канала была чуть не сказал rtx gtx 970 ребята я помню эту видеокарточку когда купил мне на такой дорогой охренеть казалось в общем то вот это будет в младшей стримерской машине ее единственная задача будет с помощью кодека nveng производить стримы в 2к желательно 4к в принципе тоже можно но не нужно наверное все таки а также записывать видео и принципе она должна с этой задачей нормально справляться ее я засуну в младший пк младший пк чтобы вы понимали это intel core i7 7700 кей скальпированный все по красоте там жидкий металл вместо термоинтерфейса на водичке все как надо кстати вон комп там в общем то и туда мы запихнем вот это ну и придется сделать ротацию видеокарт ротацию ssd ников переустановить винду по уму наверно надо бы уже флагманскую машину ставить windows 11 чет я стремаюсь если честно знает не знаю microsoft и как они делают каким местом своей операционной системы подожду-ка я еще ходе к посижу на windows 10 но в общем то вы все представляете даже вот эта старая видеокарта ей пришли пришлось применение раньше все таки это была комната моего отца и он использовал эту карточку на вот по сей день работает нормально кстати сколько она сейчас стоит что я на вторичке смотрела на баксов 400 стоит вы себе представляете древние 970 и 400 долларов о май гад и кстати насчет этого сразу хочется сказать мега просто спасибо компании кингстон за вот это ребята это оперативная память ddr5 и это просто сейчас на вес золота все дело в том что я не знаю как где ну вот в украине конкретно нет ни единого предложения чтобы купить вообще хоть где-то хоть на каких-то шарагах там нет нигде просто ddr5 непонятно что с этим миром происходит а там где есть мне уже пацаны скинули с великобритании за комплект в 32 гигабайт то просят 900 фунтов вы только вдумайтесь то есть это больше чем 1000 евро она для меня зарекомендовала себя с наилучшей стороны стильная холодная стабильная что еще надо как говорится и кстати стоит приятных денег ссылка есть еще будет в описании кому интересно и еще у меня тут есть ssd под м2 слот на 512 гигабайт его я поставлю на него я поставлю наверно винду на стримерскую машину на средненькую так сказать короче да вторую и я уже сам начинаю путаться в этих компьютерах вот это все здесь 500 гигабайт недорогая ssd память на на самом деле очень классно у меня две таких планочки по одному терабайту стоят в моем вот этом вот компьютере отличная память быстро я достаточно холодная при том что без охлаждения хотя материн материн очки тут стоят правильные дело в том что максимус хиру здесь не одна здесь стоит максимум хироу в том компе на ай 7 7 поколений максимус хироу под ай 7 10 9 10 поколения во втором компе и здесь покажем вам так сказать эволюцию этих материнских плат и в них есть встроенное охлаждение для ssd короче очень крутая тема и кстати насчет материнской платы ну чё я вам могу сказать вы просто зацените как это выглядит она же не вывалится я надеюсь как это выглядит потрясающе просто из коробки насколько это сексуальная железяка здесь естественно rgb подсветка но все выглядит просто потрясающе охлаждение под м2 слоты их здесь три один работает по протоколу пися экспресс 50 новейшему 2 и пися экспресс 40 новейший сокет intel core и под intel core 17 2200 здесь 20 плюс одна цепи питания здесь короче такие технологии применяются что просто офигеть отличное охлаждение и первую плату я купил за свои деньги потому что я прям мечтал они они дешевая достаточно было вторую и вот это мне в общем-то asus предоставили за что им огромнейшее спасибо потому что я себя уже считаю фанатом знаете такой себе hero family лучшая материнская плата по-любому ну на мое мнение есть разные другие но то как они работают то как они выглядят стоят своих денег на мой взгляд абсолютно каждой копейки потому что энтузиасты точно любят эти материнские платы там есть как бы и покруче максимус там формула и так далее это вообще гипер космолет asus и в этом году вообще сделали нечто шедевральное у них новая формула со встроенным водоблоком прям вот встроенный водоблок который охлаждает процессор и в общем-то цепи питания вот это вот все то есть не нужно искать где-то из коробки но все стилизованное сразу под брендом republic of gamers выглядит просто крышесносно и конечно да та материнская плата это о май гад стоит она как бы недешево есть сейчас ссылку я оставлю в описании обязательно гляньте просто как это выглядит я когда увидел я просто сказал вау asus конечно тащат по страшной силе в общем-то ребят много разглагольствуем давайте теперь убираем эту машину собираем новую кстати ну вы заметили наверное корпуса это game max те два инфинити первое поколение а это по-моему abyss tr называется в принципе корпус плюс-минус одинаковые я считаю что это лучшие корпуса вообще на данный момент те корпусы я брал по моему году в 2017 это рестайлинг здесь уже закаленное стекло и тут и тут никакого орг стекла то есть оно все долговечное круто выглядит не царапается и и за те деньги то что стоит этот корпус здесь есть абсолютно все на любую машину вплоть до intel core i9 12 900 кей вплоть до чтобы понимали влазит полноценная водяночка потому что сверху здесь вот можем видеть радиатор здесь два на 240 миллиметров радиатор в тех двух компах я запихнул свошки по 360 миллиметров вы только посмотрите как это выглядит снизу 3 веника и сверху здесь два и здесь по моему тоже два или три даже вот бутерброд с двух сторон вентиляторе и сюда влазит даже огромный радиатор на 360 миллиметров плюс абсолютно все необходимое внутри все навесное все комплектующие вообще без вопросов охренительные корпуса вот всем могу советовать ссылку тоже оставлю в описании плюс очень классная RGB подсветка здесь зеркало двойная светодиодная лента это действительно очень круто очень стильно выглядит и стоят они приемлемых денег то есть этот корпус я купил вот сейчас за 100 долларов здесь лежит коробка поэтому в него в общем-то будем монтировать другие просто не хочу стильные адекватные в плане функционала и действительно качественные в общем-то погнали собирать по сука папа тяжело опять спасибо Это уже не маленькая студия. Здесь есть где разогнаться. Такое крутое. Чистенькие и залапанные. Резиночки. Где резиночка? Здесь должна быть еще одна заглушка, а ее нет. А корпус-то изменился. Нет, подожди. Вот просто для сравнения. Этот я взял в прошлом году. Здесь четыре винта. А в новом уже даже винты зажали. Вот он. Здесь снизу теперь такая штука. Обязательно напиши в коментах. Ковер. Тут есть типа контроллер, который умеет сам регулировать RGB подсветку, плюс вентиляторами работать. Есть вот MBARGB. Типа разъем. А провода нету. Я его должен взять. Причем он тут какой-то странный. Трехпиновый. Там два и через один. И где я, блин, должен его нарисовать этот провод? Я обыскался еще год назад. Сейчас даже не буду париться. Будет она с контроллера этого работать, да и все. Вот сюда влазит полноценная система охлаждения. Ну, впихивается не впихуемая, так сказать, а на 360 миллиметров. В принципе, если постараться, можно там, допустим, два по 140 миллиметров тоже впихнуть. Для этого даже отверстие есть. Либо чего побольше. Была бы фантазия, как говорится. И зачем платить больше? Правильно, пацаны? Вот и я так считаю. А вот заглушка, блин, она мне глаз мозолит. Я вот смотрю, что у нас, сука, синий порт открытый. Пойду отковыряю со старого компа. Я уже половину их потерял, там уже не так жалко. И воткну сюда. Be cool, be gamer. Лозунг GameMax. Сейчас я вам покажу шок-контент. Нет, это еще не шок-контент. Ебать. А может мы его нахерим? 120 тысяч гривен, блядь. 120. Просто, блядь. Пиздец. Блин, эти компуктеры ваши. В тот момент, когда ты купил RTX 2080 Ti, попользовался ей два года и можешь продать за те же деньги. Камера вырубай, я сказал, блядь. Это коробка от моей старой Maximus Hero. Старой, прошлогодней. И тут, оказывается, есть провод для RGB подсветки корпуса. Вот он. Я перерыл пол интернета. Я себе думал, что мозг взорву. И думал уже там делать просто обычный провод и тупо пин в пин подключить и все. Вот он, сука. Все это время тут было. А еще тут брелок бонусом. Смотрите какой. Republic of Gamer. А, ля. Как я такое счастничко мог проморгать. Этот гребаный болтик вывалился с южного моста. Сука. Я не могу его приколхозить. У меня магнита нет. Блядь. Вот от любого движения он так падает, падла. Причем закатывается там в самые дебри. Я когда комп разобрал, думаю, что это за винт такой? Хер его знает. А потом смотрю. А, падла. Вон ты откуда. Это с радиатора южного моста. Ни в какую падла не хочет. Ты посмотри, он даже на отвертку не налазит. Ну ты... Ты что троллишь меня? Серьезно, блин, чувак. Так, все. Блядь, ну что делать? Может другую отвертку взять? Ну это можно смотреть вечно. Блядь. Это просто пиздец. Пошел. Пошел. Да ладно? Блядь, я это сделал. Этот винтик там лежал года полтора. Ну вот сколько вот эта система. На последней материнке Hero от Asus. Три слота для SSD под M2. Я их в общем-то все собираюсь использовать. Смотрите, как прикольно. Здесь два слота находятся параллельно, точнее перпендикулярно друг другу. Вот так можно установить замечательнейшим образом несколько SSD. И потом такой планкой. Здесь есть термопрокладки, соответственно, поставить вот этот бутерброд. Причем прикольно, что в этом слоте SSD даже охлаждается с двух сторон. С помощью термопрокладок и радиатора, так сказать. И также есть третий слот. Я скручу сейчас и уберу это охлаждение, потому что у меня WD Black используется. И он в общем-то идет с родным радиатором. Непонятно, на какой хер я переплачивал за этот радиатор, когда в материнских платах адекватных есть прямо встроенный. Ну короче, все выходит так прикольно, эргономично. Три SSD, 2 терабайта, терабайт, полтерабайта под систему. А также всякий гейминг на PCI-Express пятой версии. Причем один слот. Посмотрим, как это все дело будет шуршать. Чувствую, что будет топ. Так, ну и давайте, пользуясь случаем, посмотрим комплектацию материнской платы. Мне интересно, поменялось ли тут на сравнении с предыдущими. А это что? Так, тут уже становится все интереснее. Здесь какой-то USB свисток. Я в душе не грибу, что это USB 3.0? Это что, флешка для обновления BIOS или что это? Republic of Gamers? Ладно, откладываю. Надо инструкцию смотреть, что... А, это что? Asus. А-а-а! Это, наверное, для SSD слота. Твою охренеть. Ребята, это вставляется в PCI-Express. Я уже просто вижу. Там слоты под M2. Если вдруг не хватает... Охренеть! Вот это они заморочились, конечно. То можно, вот видно, по отверстиям установить еще два M2 слота. Охренеть! Штука увесистая такая. Здесь огромный радиатор. Посмотрите. С двух сторон полноразмерный M2 2 слота. Получается радиатор. Чтобы вы понимали. Весит, ну, я не знаю. Нормально так, на общем. Грамм, наверное, 300. Сталюка. Или алюминий. Фиг знает. Ну, круто! Так, продолжаем этот балет. Что тут еще интересного? Я уже начинаю бояться. Republic of Gamers, как обычно. Буклетик. Get ready to rock the gaming world with the rock. Окей. Мануальчики. Здесь, походу, понятно. Еще мануал. Наклейки. Это уже как фирменная афишка большинства современных брендов. Антенна Wi-Fi. Кстати, материнское платье. Последняя версия Wi-Fi 6i используется. Забыл, как протокол называется. Прямо встроенный в материнку. Кому надо по беспроводу ее сайт. Самый передовой протокол. Пожалуйста. Welcome, как говорится. Здесь еще какие-то крепежи. Это похоже на держатель для видеокарты. Видеокарты. Да, я кажется. Да, правильно я подумал. Это штука такая, видеокарты. Поскольку... Где она там валяется? Имеют внушительные размеры. И за счет того, что они держатся, крепятся, в общем-то, на двух винтах. На корпусе и плюс на самом сокете. Центр тяжести. Ну, как бы, в этом месте может деформироваться текстолит. Хотя, как бы, видеокарты такого класса имеют backplate. Они довольно-таки жесткие. Но, тем не менее. Есть такой подпор специальный. То есть, ты его устанавливаешь в корпус. Он создает подпорчик с этой стороны. Чтобы равномерно нагрузка ложилась на слот. И выламывала его, соответственно. Хотя, он там, как бы, металлический прям слот. Рассчитан. Видно, что сделан... Сделан из металла. То есть, как бы, он не будет выламываться. Все сделано максимально добротно, максимально надежно. И инженеры бренда Asus. Вот, Asus. За что я люблю эти материнские платы. Реально заморачиваются даже над такими мелочами. Так, чтобы все было... Куда бы ее поставить? Дорого. Так. Здесь у нас SATA. Кобелечки. Которые уже все больше и больше уходят в прошлое. Разве что для файла помойки. Каких-то жестких дисков. А так, SSD. Как бы, два слоты. Здесь их получается пять всего. Три на материнке. И два через соответствующий модуль. Подключается кабель для подсветки. Раз. Удлинитель. Хрен его знает для чего. Болтики монтажные. Ну, в общем, дальше все по классике. И еще один брелочек. Красота. Ну, как-то так. Ну, комплект на самом деле богатый. Но мне интересно, что это. Что это. Ребята, короче. Эта флешка, насколько я понимаю, с утилитами, а также драйверами. Даже интернетов не надо. В любую деревню покупаешь себе ROG Hero и ставишь драйвера без интернетов. Прикольно. Ха-ха-ха-ха. Руки не дошли еще. Но, в целом, насколько она, ну, красивая материнская плата. Полностью черная. Никакой там аляповатости нет. И здесь очень красивая RGB подсветка. Это я видел. Бывают некоторые горе-сборщики, которые устанавливают такие радиаторы и не отколупывают от термопрокладки вот эти вот защитные пленки. Прям с ними. Устанавливают радиаторы. Ой, а шо оно греется? Я, короче, тут стою, смотрю на комплектацию и такой, блин, а где гребаные винтики для того, чтобы вот эти два слота SSD, ну, два эти SSD-шника закрепить. Потому что обычно их вставляешь и тут закручиваешь винтик. А винтики-то не надо. Посмотрите, какие здесь штуки они сделали. Просто два вот таких зажима. Так, чирик, чирик, все. Они установлены. И более того, очень часто, буквально вот сейчас я испытал очередной раз боль, когда нужно было достать видеокарту. Она просто не доставалась. И все потому, что здесь есть на PCI-Express зажимчик такой, который нужно отщелкнуть, нажать на него. И тогда видеокарту можно будет разблокировать и достать. Так вот туда долезть обычно, такая себе задача. Приходит тыкаться какой-то отверткой. И знаете, когда у тебя тут видяха за 120 тысяч гривен, тут материнка за пятнашку. Тыкаться там отверткой, металлическим предметом удовольствие ниже среднего. Потому что можно так тыкнуть, что что-то там пойдет не так. Так вот, Asus и в этом плане заморочились. Потому что теперь это можно разблокировать. Смотрите. Чпок. Охренеть. Добавить больше нечего. Все мои страдания теперь в прошлом. И это еще не конец. Инженеры Asus также заморочились в плане установки системы охлаждения. Поскольку это совершенно новый сокет Intel 1700. То есть он стал значительно больше. И не любое охлаждение с бэкплейтом может сюда подойти. Обратите внимание, что здесь отверстие сдвоенное. То есть если у вас есть старая какая-то система охлаждения, которая не рассчитана изначально под сокет 1700. То приобретая такую материнскую плату, вы можете просто установить свое старое охлаждение. И оно без проблем сюда станет с поддержкой старых сокетов от Intel. Вот это прямо очень круто. Ибо часто ты покупаешь себе какую-то башню там Noctua. Либо еще там что-нибудь. Thermalright там какой-нибудь. И нахрена ее менять, когда появляется новый сокет. Кому-то приходятся люди, которые экономят на материнках. А тут ты переплатил за материнскую плату, но тебе позаботились, что ты можешь существующую нормальную башню, допустим, либо СВО воткнуть сюда и она будет работать. Мне респект же, ребят. По-моему, класс. Так, а теперь интересный момент. Это Intel Core i9 16 ядерный процессор, который очень сильно нашумел. И я уже вижу вопрос. А почему не AMD? Там же Рязань, Коко, вся фигня. Рязань 3. Да, Рязань 3. Окей. Но, если честно, меня можно назвать Intel обоим. И на самом деле я так никогда не хотел. Просто так получилось. Сколько у меня было AMD. Постоянно какие-то проблемы. Просто постоянно что-то откровенно трахает мозги. Последний раз, последний шанс я дал Рязани первой. У меня был 1800X. Да. Коробка так как и открыть. Так. Короче, натрахался я с той Рязанью столько, что больше я не хочу. Я решил сбагрить ее с моего монтажера. Он прямо сейчас снимает. Ему под монтаж окей. Хе-хе-хе-хе-хе. Не, она правда под монтаж окей. Но для гейминга тоже окей. Но, блин, при прямом сравнении с Intel. Ну вы поняли. А этот процессор считается самым быстрым игровым процессором на данный момент. Вот он здесь. Что-то я очкую. Блин, ну они придумали, ребята. Прикиньте. И вот просто... Наконец-то Intel меня услышали. Потому что продавать процессоры по 600 баксов в пакетике. Это просто зашквар. Это, ну, это фантастика какая-то. Причем не один я так считаю. Сколько с пацанами на розетке общался. И они говорят. Как это можно? Человек заказывает за 600 баксов проц. И мы ему даем пакетики. В китайском. Пупырках, говорят. Это просто офигеть. Intel Core i9 12900K. Да. Крутая штука. Да. Можно по факту сказать, что это 8 ядерный проц. Они 16 ядерный. То есть 8 больших ядер и 8 малых. Но, тем не менее, технологии дошли до того, что здесь очень производительные ядра. И в играх там FPS зашкаливает. А учитывая, что у меня видеокарточка тут RTX 3090. Вот это, ребята. Дуэт просто... Дуэт мечты. Чего сказать? Ну что, ставим его. Сокет теперь совершенно другой. Аккуратненько. Просто как плитой. Кстати, очень крутой прижим. Классный сокет. Сокет, кстати, здесь отличается не только лишь тем, что больше контактов. Он просто стал другой. И говорят, что значительно дороже. Поэтому цены на материнские платы выросли. Здесь очень хитрая цепь питания. По спецификациям, цепь питания этой материнской платы Asus A Hero выдерживает до 90 ампер. Я не представляю вообще. Это просто какой-то сварочник. И да. Новый просто от Intel уже славится тем, что он греется просто охренеть как. Там до сумасшедших потреблять чуть ли не 400 ватт в пике. Это просто какая-то дища. И чтобы справиться с этим безобразием, есть вот такая красота. Это ROG Strix LC360. Одна из топовых. Не самая. Ну, по финте плюшкам. Но, тем не менее, по эффективности одна из самых топовых систем водяного охлаждения от Asus. Здесь никакого RGB. Потому что все равно его видеть не буду. Но здесь 360 миллиметров радиатор. Помпа большая. Что как бы тоже важно, чтобы она накрыла весь этот проц. Должно все это сейчас стать как родное. Ну, и посмотрим на эффективность данной SV-шки. Я надеюсь, что надо справиться с этим, блин, монстром. 400 ватт. Камон, Intel. Дальше шо? 500, полкиловатта будет. Ни хуй его знает. Но как-то надо приколкнуть. Может, даже на стяжках? Ха-ха-ха. 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 Маленьких снежек тут не оказалось, но... Но... Тут есть вот эта. Ха-ха-ха-ха. Абан! Ад! 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 А что не ад! По-моему Ад! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы было виднее, немножко есть отражение, но тем не менее, бляха-муха, причем морда работает под Asus Aura Sync, то есть синхронизирована подсветка вот этой вот панели со всей остальной с помощью материнской платы То есть получилось подключить это все безобразие Я, кстати, очень удивился с помпы, дело в том, что ее подсветка здесь подключается с помощью отдельного кабеля, вот вы его можете видеть, вот это он Там microUSB и он втыкается снизу материнской платы в USB 2.0 Это очень странно, вот в этот вот порт Вот это он получается Очень странно И при этом каким-то чудом оно тоже синхронизируется с Aura Работает абсолютно четко, адекватно Очень круто получилась система По дизайну огонь Прямо 10 из 10, я бы сказал Я прям в восторге Ну что, теперь нужно установить всю эту радость В двух студиях Одна здесь и вторая у меня дома Ну и тут три машинки Всем сделали обслуживание, ревизию Все по красоте Все тачки, конечно, получились топовые Каждая по-своему хороша Я прям очень доволен результатом И нужно будет сейчас Вот я разобрался из бачи Ну, посмотрите, сколько проводов Все, какое тут, какое безобразие Здесь тоже сделаю синхронизацию с помощью Asus Aura Sync Подсветку на лицевой панели То есть все работает прям круто Так, ну и дальше студия Здесь, конечно, полный бедлам Да, как всегда Впрочем, ничего нового И я собираюсь сделать перестановку Компы собрали Теперь нужно вот это все разобрать Перенести туда вглубь А ту всю фигню разобрать И вообще вынести отсюда Это будет тестовый экспонат У меня база CSL там стоит Мой кокпит еще старый Стол, который сейчас мне не нужен Потому что здесь прохода нифига нет Короче, будем освобождать Учитывая, что теперь студия разделена на две части Поэтому сейчас Перетаскиваем компы Занимаемся проводкой Ковер И погнали Собирать это все дело И ценить в работе Ах, какой я довольный Охренеть Даже не думал, что такая стильная машина у меня будет Просто охренеть Щитка производительная Однако длинное видео получилось Наверное, многие мои подписчики смотрят Вообще дубля не отбивают Что здесь происходит Какие-то там перестановки Компы компами Но я тут хожу по помещениям Какого, собственно говоря, черта Сейчас расскажу, ребят Ну что Во-первых Ну вот как-то так вышла моя обновленная Хрен знает в какой раз студия Здесь теперь аэродром Теперь есть где разогнаться Можно ходить прям чуть ли не зигзагами Что называется Очень много места Стало просторно На самом деле Мне даже так нравится Наверное Здесь комфортный себе местяк Для того, чтобы гонять в гоночки Всяко разные Монитор раз Телевизор два Рули-шмали Свет Хромакей Кстати, действительно комфортный Сижу не над кондером Хотя пофиг Там стоит этот самый Дефлектор Который все гасит Вещи сюда перетащил Ну и короче Есть где ходить Вообще Со свистом Что называется Но что же там за помещение Это такое Где мы собирали компы Настало время Наверное приоткрыть Занавес Так сказать Что здесь происходит Узнаете Этот ковер Потому что я шутковал Уже немножко А это, ребята Та самая комната Где все начиналось Первые мои видео Первые года два Ну год точно Я снимал именно тут В этом помещении Вон диван Тот самый Здесь там Цветки стояли Пальмы мои Сзади Вот этот Стол Это Мой кокпит Изначально был Обычный стул Обычный стол Старый Сейчас он конечно Немножко понавалил Всякой техники Да Надо будет подразрывстись Ну и короче Да Моя студия находится В моем доме Втором Родительском На самом деле Втором И когда я здесь жил Это была моя комната И студия Я здесь жил Ночевал Снимал Творил Короче контент Вот потом я переехал Свой дом И здесь жил мой отец Папа не стало Несколько месяцев назад И теперь Эта комната Снова моя И здесь в общем-то Если вы посмотрите Ну как бы я придумывал Дизайн Всего этого безобразия Под кинотеатр Поскольку я энтузиаст И теперь буду использовать Это помещение Наверное как студию Вторую Поскольку там тесно Ну здесь как бы Есть где разогнаться Можно всякие тесты проводить Я пока что бросил здесь То что мне мешает Сапчик Акустика Здесь надо будет конечно Поработать над этим помещением Во-первых Ковер этот убрать У меня Влад Вообще команда Как-то разделились мнения Говорят что Оставь Олды заценят Ёпта Я считаю конечно Это уже такое не особо уместно Хотя этот ковер Это знаете Воспоминания еще с детства Я здесь рос В этой комнате И об отце Тоже воспоминания Я короче не знаю Наверное все таки уберу Куплю ковер какой-то мохнатый Чтобы гасило эхо Но напишите в комментах Как вы считаете Оставить Или все таки убрать Я считаю что наверное Как бы Его время прошло Надо убрать И что-то актуальное Прицепить Здесь надо кустикой Поработать Чтобы было красиво Не попортить ремонт Так сказать Ну короче Вот она моя Ребята студия То что я говорил То что она станет огромной Слышите какое эхо Наверняка И петличка Это все цепляет Тут есть где разогнаться Здесь 26 квадратных метров Плюс 100 помещения В котором теперь тоже Свободно Я не знаю Как я Распоряжусь Этими помещениями Есть теперь где разогнаться С одной стороны Здесь подготовлено С точки зрения Акустики Места И все работает И все круто С другой же стороны Там гораздо больше места Короче не знаю Наверное сделаю зону Для чила А также для Именно обзорных Каких-то видео Может быть для тестов Там А здесь буду дальше Пилить контент По гоночкам Потому что здесь Все как-то так Продумано изначально Это все безобразие Как-то так Насчет нового компа Я вам покажу его В деле уже в следующем видео Потому что это все Очень сильно затягивается Как по мне Есть что рассказать С ним Есть проблемы Кстати И новый ПК Я забрал домой В домашнюю Эту мини студию Потому что я там могу Играть Кроме гоночек Здесь еще во что-то Здесь самое сложное У нас запускается Forza Horizon 5 И в принципе Даже на 4К Мониторе Вот этом супермодном Филипсе В 60 кадров Вполне себе тащит Здесь я оставил Старую машинку С 2080Ti И i9 Десятого поколения Работает вообще без вопросов И вторая пекарня Стримерская i7-7700K 32 гига Оперативочки И тут стоит 1080Ti В догонку Работает все В принципе неплохо Два рабочих места Так и остаются Вот этот монитор Кстати крякнул Буквально вчера Непонятно какого черта Я прям везучий Ну как-то так Ребят А еще кстати Многие спрашивали Насчет вот этой картины Сделаю небольшой инсайт Уже очень скоро Если вам такое нравится Вы сможете заказать У меня Потому что я открываю Производство По вот таким Декоративным штукам В том числе Подобные картины Разных размеров Разные изображения Я хочу сделать все круто Качественно Будем делать с братом Моим Своими собственными руками Поэтому если вам такая штука нравится То опять же Напишите что думаете В комментах Многие спрашивали Где такое можно купить Вот не придется даже искать Мы будем делать сами Сделаем классное качество печати Можно будет вообще с художниками Скооперироваться Так сказать И делать Короче По красоте Как по мне Очень классная задумка И мне безумно нравится Даже когда свет Выключаешь Здесь Очень атмосферно Вот как-то так Это все смотрится Ну сами видите Самое настоящее волшебство И мы это будем все делать Под ключ Чтобы это удобно было Монтировать На стенку Вот такие мысли Но это После нового года В первых числах Уже начнем делать Какие-то Прототипы Нюрнбург ринг Тачки Там любые изображения Ну и это не все Будут еще разные Другие штуки В общем-то Ребят Это видео Наверное все-таки Подводим Итоги так сказать К концу Потому что оно безумно Длинное получилось Я даже не ожидал То что все будет Как-то так Ну как вышло Так вышло Надеюсь что Что вам понравилось Если да Прожимайте лайк Пишите комментарии Что думаете Вот Насчет зашкварной рекламы Один из вариантов Как от нее уйти Делать что-то Своими руками С душой И радовать Клиентов Кому это интересно Будет В том числе Спасибо вам за внимание Ребятки Еще раз Все тесты И обзор Домашней студии Как я там все сделал Я там все переработал Выходит тоже круто Вы увидите в следующем Видео Если вы смотрели Стримы То вы отчасти знаете Какие там проблемы Уже возникали Если нет То буквально Через пару дней Выйдет То самое второе Видео В котором я вам уже Расскажу свои впечатления О новом Гипермощном Компе Есть и позитивные И негативные моменты Так что обо всем Скоро совсем Узнаете С вами был Сони Хорошего настроения Берегите себя Не болейте Ну и с наступающими Вас праздниками Ребят Увидимся Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok